Приветствую вас и свой ответ я разделю на две части. Первая часть будет посвящена вашему вопросу, вторая часть задронет именно лично вас. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Я хотел бы сказать так, что мужчина изначально не был готов к серьезным отношениям. Изначально отнесся к вам потребительски, я бы даже сказал эгоистично, и не проявлял себя как, вот знаете, такой достаточно серьезный мужчина, который хочет опять же серьезных отношений со своей женщиной. Мужчина думает только о себе, потому что когда он пропал на три месяца, соответственно, он не думал о том, что вы могли переживать за него, вы могли бояться, что с ним тут случится и так далее, и так далее, и так далее. То есть это говорит о том, что мужчина думал только о себе и ни о ком больше. И в свою очередь это означает, что вам от него ожидать чего-либо серьезного. Свой адрес не стоит. Мужчина хотел с вами близиться, его ему отказали, правильно сделали. И он, по крайней мере, как говорят в факте, он сразу пошел на сайт на курс. То есть, по сути дела, речь идет о том, что он хотел и хочет найти вам замену, как я понимаю. И, собственно говоря, такую замену, которая устраивала бы его, которая не мешала бы ему получать то, чего он хочет. То, чего ему нужно. Вот. И, соответственно, ваш молодой человек, ваш мужчина, он, по сути дела, по сути дела, он прицеливает свою линию поведения. По сути дела. И вот его линия поведения, она направлена на его интересы. Его линия поведения направлена на его, как бы, желание. На его потребности. Его линия поведения, она такая, она вот такая, какая она есть. И говорить о том, что его линия поведения может стать другой, ну, нельзя. А может быть и счастье, потому что вам этот человек явно не подходит. У вас с ним совершенно разные взгляды, у вас с ним совершенно разные ценности и так далее. То есть, вот этот момент, касающийся его поведения, надеюсь, для вас понятно, что он что-то напросто преследовал изначально свою линию поведения. И все. Иначе он преследовал цель реализовать свои интересы. И он эту цель, как это не странно, ну и что, в общем, логично. Он эту цель довольно-таки хорошо для себя видит и довольно хорошо ее себе представляет. Эту цель. Вот. То есть, мужчина ваш, это просто тот, или лучше сказать, такой человек, который думает о себе. Это не хорошо, не плохо, это просто его выбор. На этом первую часть своего ответа я бы захотел закончить и далее перейти ко второй части, где рассмотрел бы вас и ваше, значит, поведение в данной ситуации. Ваше поведение в данной ситуации, особенно тем, что, значит, в память встречается, было неплохо, вдруг он исчез, не дозвонился, ничего было больно, больно. И он периодически писал ему смс, на который он не отвечал, ты же делал. И три месяца его не было. Получается, что вы в течение трех месяцев писали мужчине смс. Зачем вы это делали? Для чего, для чего вы это делали? Какую цель вы преследовали? Ага. Вот. Отправляя ему смс, на что вы надеялись, отправляя ему смс? Чего вы хотели, чего вы ожидали от него, может быть, или от его, там, от его реакции, от его поведения и так далее. Подумайте, пожалуйста, об этом, потому что то, что заставляло вас, условно говоря, то, что заставляло вас писать ему смс, то, что заставляло вас постоянно напоминать ему о себе, как бы, вот это является очень тревожным и скверным звоночком в данном случае, потому что вы таким образом проявляете свою зависимость от него. Вы таким образом показываете ему и себе, но ему в большей степени, что вы полностью ему принадлежите, что вы готовы в любой момент его принять, что он может использовать вас, по сути дела, как запасной вариант. Что он, кстати говоря, и делает. И вот вопрос заключается к вам, почему вы для себя считаете подобное позвонительным. То есть, почему за три месяца вы, грубо говоря, не на земле идти дальше, не нашли себе другого мужчину, другого молодого человека, который относился бы к вам лучше, который бы воспринимал вас как более ярко выраженную ценность, который уважал бы вас, который не преподал бы так, который берел бы ваши чувства. Почему вы так сильно привязаны к этому молодому человеку, именно к нему? Почему? Чем это обусловлено? Это первый к вам будет вопрос. Второй вопрос. Вы пишите, что после того, как он вновь объявился, он вновь дал себе знать, сказал вам, что он снял квартиру. Снова пропал на неделю, заболел, потом еще одна встреча, домой не повез, посидели, поболтали ни о чем, говорю, будешь дома, напиши, переживать буду. И снова тишина, телефон не поднимает, но смс молчит. Как вы думаете, какая ваша позиция в том, как мужчина себя ведет? То есть, он не отвечал вам на смс, он не повез в одному, он ничего не делает по всему делу для вас. Так что же заставляло вас, заставляло и заставляет вас за него переживать? Вот, какие у вас мотивы, какие у вас смыслы, какая у вас потребность в том, чтобы за него переживать в данном конкретном случае? Что вам и движет в данном конкретном случае, и что заставляет вас за него переживать? Ведь совершенно очевидно, что мужчина думает в первую очередь о себе, а не о вас. И он даже вас не хочет, предположите, даже не хочет за вами ухаживать, как я понял, он не хочет что-то делать для вас. И он просто проводит с вами время, даже не особо надеясь на то, что вы ему дадите то, чего он хочет. Я имею ввиду, ну, близость, скорее всего, речь здесь именно о ней, а о близости идет. Вот. Так что же, что же заставляет вас проявлять к нему подобные чувства, подобное поведение? Что заставляет вас это делать? Вот постарайтесь, пожалуйста, на этот вопрос ответить. Ибо это очень и очень важно. Важно, чтобы вы сами для себя это поняли. Важно, чтобы вы сами для себя это определили. Это принципиально важно здесь. Далее. Когда вы говорите о том, что, значит, вот, вам было очень обидно, вам было очень обидно, значит, что он на сайте знакомств находится. Ваш, вот, ваш молодой человек, скажем так, да? Вам было очень обидно. Возникает вопрос, почему обидно? Неужели его поведение вам не показывало, что все идет именно к этому? К тому, что он, ну, не только с вами. К тому, что он еще с кем-то. К тому, что вы для него не единственны. Неужели вы этого не понимали? Неужели вы не чувствовали этого? Я не думаю так. Я не думаю, что вы не чувствовали. Я думаю, что вы просто не хотели в это верить. Не хотели верить, что такое может быть, потому что это разрушило бы вашу картину, который вы видите. Образ той реальности и образ, наверное, того молодого человека, который вы сами себе представляете. А теперь давайте так. Когда вы увидели ситуацию, когда вы поняли, как это все происходит, когда вы увидели, как мужчины к вам относятся, когда вы увидели, что он в это время сидит на сайте знакомств и так далее, вы говорите, что вам стало обидно. А почему вам стало обидно? Что заставляло вас испытывать обиду? Постарайтесь, пожалуйста, подумать на эту тему. Это очень важный аспект. Потому что именно то, в чем и почему вам обидно, именно в этом скроется ключ к пониманию вашей проблемы. Если вы увидите для себя, если вы поймете для себя, чем же вам обидно, и есть ли реальный повод для обиды. Потому что, ну, вот, формально и фактически получается так, что мужчина просто-напросто продвигал свою позицию изначально, и все, не более того, по сути дела. И то, что вы этого не видели, то, что вы этого не видели, то, что вы этого не замечали, это, скорее, ваша недоработка, а не его какое-то негативное поведение здесь. Поэтому, чем быстрее вы перестанете ориентироваться на него, и чем быстрее вы начнете ориентироваться на себя, тем быстрее вы сможете начать жить самостоятельной жизни, не знаю, от кого бы то ни было. Ну, и то, что я хочу сказать, довольно стандартное, это вам нужно работать над самооценкой, над повышением уверенности в себе, и над потребностями, которые заставляют вас терпеть к себе подобные отношения со стороны молодого человека. Ибо это, вот, то, что я вижу, это говорит по неуверенному в себе, склонному к зависимости человеку. И если это так, то вам очень тяжело будет в жизни, если вы не проработаете данные аспекты, если вы оставите все как есть. То есть, определите для себя, хотите ли вы быть счастливы в отношениях и занимать достойное место, достойную позицию, достойное положение, или вы хотите зависеть от кого-то. И вот, исходя из этого, уже вам нужно выбирать, что вы будете делать. То есть, определите для себя, чего вы хотите, чего я хочу. В вашем сообщении ничего этого нет. Только в конце вы написали, что вам обидно. Но до этого ничего, а вас в этом сообщении нет. Есть очень много про другого и ничего про себя. А чего хотите вы? А вот с этого, пожалуй, стоит вам начать свой собственный анализ. Если не получится его проводить, тогда обращайтесь к психологу, мы вам поможем. На этом все. Надеюсь, что помог. Вам нет, какие-то вопросы остались. Пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!